Максимально невыносимо жарко! Скажите, это только в Москве и в области так? Или по всей России сейчас апокалипсис? Вообще, напишите, кто откуда и сколько градусов тепла. И как вы вообще справляетесь? Мне кажется, что я уже на грани, что я просто вот лягу вот так и помру. Всем привет! Меня зовут Ксения. Внизу будет содержание. Выбирайте, какая часть вам интересна. Может быть, вам вообще ничего не интересно, тогда выключайте это видео. А те, кому интересен заработок на Форексе, оставайтесь. Наливайте себе чай, кофе, а лучше что-нибудь со льдом, например, виски. И смотрите это видео до конца. На календаре 24 июня. Это значит, что ровно месяц, как я закинула 5000 баксов на депозит. Ровно месяц. И вот, в принципе, я ставлю вам логин и пароль, чтобы вы смогли зайти посмотреть историю сделок. Доход у меня 2070 долларов. При том, что торговала я меньше недели, если взять общее количество дней за этот месяц. Все равно больше сделок я сейчас совершаю на демке, потому что пытаюсь подобрать стратегию, которая прям выведет на 200-300% прибыли в месяц. Меня не устраивает 20%, меня не устраивает даже 50% от моего депозита. Мне нужно удваивать, утраивать и так далее. В бинарных опционах получалось. Я уверена, что здесь я смогу разработать какую-то систему, которая приведет меня к такому заработку. Так, сейчас у меня тоже вот открытая сделочка. Смотрите на повышение от данного уровня поддержки. И стоп-лосс стоит вот здесь. Если пробьет уже этот уровень, спустится, например, вот до этого минимума, то разворот уже будет, ну, не скоро. В принципе, я потеряю 139 долларов, если меня выбьет по стоп-лоссу. Но, если сейчас цена оттолкнется от этого уровня, а я, в принципе, вижу, что она отталкивается, вот даже если посмотреть по микродвижениям на 5-минутном таймфрейме и так далее, то дойдет она минимум вот до этого уровня. Мой доход составит 385 долларов. Но вообще импульс будет ожидаться вот до этого уровня. Ситуация в том, что Форекс реально оказался намного интереснее, чем бинарные опционы, но я все равно очень-очень сильно скучаю. Мне все равно хочется прям руки чешутся, зайти на площадку. И на самом деле у меня сейчас нет даже аккаунта ни у какого брокера. Не, остались какие-то незакрытые аккаунты там у Бинариума и так далее, но я уже не буду торговать у этих брокеров. Вот, мне прям так грустненько. Но, тем не менее, я считаю, что здесь мы с вами просто пробьем потолок возможностей. Все трейдеры говорят, что нормальный заработок это 20% в месяц. Я уверена на 500%, что мы с вами выйдем на 200-300% в месяц. Ой, посмотрите, посмотрите, поползла цена. Но я думаю, что через час максимум сделка закроется у меня тейк профитом. Хотя, если я закрою сейчас, то у меня вот прибыль будет, уже не будет, 140 долларов. То есть, если не жадничать, можно было уже закрыться с хорошим плюсиком. Тем не менее, я закрываю терминал. Перехожу с вами к брокеру Amarkets. Сейчас я покажу, как зарегистрироваться, как пополнить депозит, пройти верификацию. Есть только один нюансик. Я не догадалась это сразу записать, но, к счастью, у меня есть муж, у меня есть его паспорт. Поэтому я сейчас зарегистрирую аккаунт на него, верифицирую. С пополнением сейчас надо что-то придумать, потому что карты его у меня нет. Кстати, я, конечно, ни на что не намекаю, но когда мне не было 18 лет, и мне нужно было зарегистрироваться, пройти верификацию на ставках на спорт, я стырила у мамы паспорт и верифицировала себе аккаунт. Просто достаточно часто возникают проблемы с брокерами из-за того, что люди, не достигшие 18 лет, пытаются торговать. Но я ни на что не намекаю, ни к каким действиям вас не призываю. Так, ссылочка на этого брокера будет в описании. Можете регистрироваться по ней, можете не по ней, но по ней у вас будет скидка на комиссии. Если я вам не нравлюсь, вы принципиально не хотите регаться по моей ревке, можете найти любого другого человека, у кого есть аккаунт, и зарегаться по его ссылке. В любом случае, если этот человек делится скидкой, то она у вас также будет. Сейчас у данного брокера вот такая вот классная акция. Парам-пам. Я буду пополнять на 100 баксов, потому что у меня уже есть два счета по 5000. К тому же это сейчас будет не мой аккаунт, но, скорее всего, вам будет это интересно. Зайдите, почитайте. Акция реально прикольная. Так, что я сначала буду делать? Сначала это, конечно же, пройти верификацию. Я сейчас скину документы на верификацию. И в это время пока вам покажу, как открыть демо-счет. Заходим в мой профиль. Начинаем процесс верификации. Жму подтвердить. Все тут интуитивно просто, на самом деле. Кстати, у меня маркетс подогнали вот такую классную кружку. Мелочи, а приятно. Так. Эмайл у нас подтвержден. Теперь нам надо подтвердить телефончик. Для этого мне нужно позвонить. Тебе код пришел? Скажи мне его. Ага, все, давай. Так, телефончик мы с вами подтвердили. Верифицируйте свою личность. Просто отсканировала QR-код. Открывается какой-то у меня сайтик. Так, сделайте фото лицевой стороны документа. Я беру и фотографирую паспорт. Ладно, пока у нас тут все грузится. Мы с вами давайте посмотрим, как тут открыть демо-счет. Переходим в личный кабинет. Торговые платформы. Выбирайте, что у вас в Windows, Mac. Не советую ни веб-терминал, не советую ни телефоны. Просто выбирайте Windows или Mac. У меня MT4. Выбирайте свою площадочку. И вот она у вас скачивается. Так, мне надо отмена. Потому что у меня уже это и есть площадка. Она скачивается к вам на компьютер. Вы устанавливаете ее очень легко. Там интуитивно понятно. Нажимаете пару кнопочек. Дальше. Трейдинг. Открыть демо-счет. Выбираете мета-трейдер 4, если вы его скачали. И выбираете тип счета. Тип счета, на котором вы изначально будете закидывать потом реальный депозит. Так, переходим на главную страницу во вкладку «Виды торговых счетов». Скажу так, если вы первый раз заходите на Форекс, если у вас будет не крупный депозит, то выбирайте счет стандарт. То есть здесь уже достаточно крупные комиссии. Здесь уже нужно иметь крупный депозит. Здесь самые маленькие комиссии. Но здесь также нужно иметь крупный депозит. И вот самый оптимальный для вас вариант – это счет стандарт. У меня оба счета открыты вот ЕЦНовские. Но у меня депозиты по 5000 баксов. Если вы тоже хотите закинуть 5000 баксов, то очень рекомендую. Очень удобно. В следующих видео, конечно, буду рассказывать, что, почему, как. Но сейчас оптимальный выбор – это, конечно же, стандарт. Так, мы с вами определились. Вы по-любому зайдете еще, почитайте. Может, вам захочется пойти против системы, выбрать фикс. Это, конечно же, ваше дело. Вы себе выбрали тип счета. Теперь вот жмете «Открыть демо счет». Выбираете MT4, там, стандарт. Выбираете стартовый капитал 100 баксов. Открыть демо счет. Вам выдаются вот такие вот данные. Вот здесь ваш логин, пароль, все логично. Если вы хотите, чтобы кто-то зашел и посмотрел вашу историю счета, то есть вот как я вам дала свои данные, вы можете дать пароль инвестора. То есть даете вот этот логин человеку, даете пароль инвестора. Он заходит, ничего со счетом сделать не может, но может посмотреть ваши результаты. В наш терминал, который мы скачали. Так, что у нас тут уже? О, прибыль 150 баксов. Я, пожалуй, зафиксируюсь. Хотя, с учетом всей этой ситуации, цена сейчас попрет вверх. Но как раз таки я вам покажу, что иногда лучше не жадничать. За этот месяц плюс 2216 баксов. Так, здесь мы с вами жмем файл. Подключиться к торговому счету. Копируем наши данные. И здесь выбираем. То есть либо амаркетс демо, либо если вы открываете реальный, то реал. Но лучше, лучше вам открыть демо и поторговать месяц-два. Почувствовать это достаточно. Особенно те, я знаю, у меня очень многие подписчики после бинарок пришли. После бинарок тяжеловато. То есть мне, чтобы разобраться в терминале, как открываться даже просто, у меня ушло, наверное, 2 дня. Представляете? Так, жмем логин. Вот мы с вами зашли. Оп. Зарегистрировались. У нас с вами 100 баксов. Один нюанс. Кредитное плечо, которое здесь стоит стандартно, по-моему, 1000. То есть это какое-то мега огромное и этим не очень удобно. У меня кредитное плечо на одном счету 100. Это счет, который в средний срок. И на счету, который у меня для скальпинга, там у меня кредитное плечо 200. Больше ни в коем случае не нужно ставить. Да даже 200 это уже много для новичков. Лично я бы на вашем месте выбирала соточку. Сейчас я закрою все вот эти активы, потому что здесь будет максимально ущербный, по моему мнению, сейчас дизайн. Смотрите. Например, вы хотите совершить сделку на данном активе. Жмете окно графика, и оно выползает вот такое вот темное, зеленое. В общем, фу. Вы жмете свойства и меняете здесь все цветовую гамму и так далее под себя. То есть как вам нравится. Далее жмете окно, у вас тут все поменяется. Потом, чтобы сохранить эти настройки, нажмите шаблон и сохранить шаблон. У вас этот шаблон сохранится где-то на рабочем столе и так далее. Все интуитивно понятно вам будет. И дальше всегда, когда вы будете открывать новый актив, вы просто будете сжать шаблон, загрузить шаблон. И вот у меня он уже есть. То есть с теми настройками, которые мне нравятся. Далее, чтобы совершить сделку, жмете новый ордер. По объему, по тому, как высчитывать, на какую сумму вам открываться, на какой объем. Я буду снимать все позже. И будет также у меня курс подробный, как на этом зарабатывать. По отложенным ордерам. Просто вот как открыть сделку, потому что я же знаю, что вы как зайдете, вам захочется попробовать. Жмете, хотите открыться на повышение, жмете buy. Здесь, смотрите, перевернутая голова и плечи. Я думаю, что уже начинаю возгрузить информацией. Мне хотелось вам просто показать простейший алгоритм, как вообще начать действовать, как начать хотя бы обучение и движение в направлении трейдинга на форекс. Так, что у нас там с верификацией? О! Документы успешно прошли верификацию. Я не знаю, сколько я минут 30, наверное, снимаю. И верификация, смотрите, минут 15 ушла, наверное, на эту верификацию. То есть документы верифицированы. По сути, теперь я могу пополнить площаду. Далее у меня было несколько попыток неудачных при пополнении. Не получилось с карты Киви, не получилось через Вудмани. А потом до меня дошло, что я могу пополнить через крипту. Помним такую штуку, что со своей картой я не имею права пополнять, потому что за это могут заблокировать счет, потому что карту потом нужно будет верифицировать. И да, пополняем мы именно кошелек в личном кабинете. То есть ни в коем случае не торговый счет. Вот слева вы можете увидеть в левом углу 666850. Это кошелек, с него уже будем переводить на новый счет. Вот я открываю новый счет. Кредитный плечо у меня будет 200. Исполнение ордеров. Тут кому что нравится. Первый вот этот инстант, это когда у вас, если цена изменилась, в вашу сторону площадка может подтверждение запросить. А маркет, это исполнение по рынку. То есть даже если изменилась цена, все равно сделочка открывается. Как раз таки мне удобнее для скальпинга. Мне нужно, чтобы 100% сделок, которые я хочу открыть, открывались. Поэтому я выбираю маркет. В принципе, обычно новичкам рекомендуют инстант. Но я бы все равно на вашем месте, в перспективу, выбирала маркет. Рыночное исполнение. Поставила, и у меня поменялось кредитное плечо. Тут будьте внимательны. Не ставьте слишком большое. Теперь у нас вот тут высветились данные для входа в наш счет. И теперь нам нужно с кошелька, с нашего вот слева, который перевести, деньги непосредственно на наш торговый счет. Жмем вот вывод. Внутренний перевод. С кошелька выбираем счет, который мы создали. Соточка. Осуществить перевод. Все, деньги на счету. Теперь переходим уже непосредственно в торговый терминал. Ставим aMarketsReal. Вводим данные. Все. Обновляется страничка. Можем начинать торговать. На этом видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх. Жмите подписаться на канал. И обязательно пишите в комментариях, если у вас остались еще какие-либо вопросы. Все. Желаю всем огромного профита. Всем пока.